И снова здравствуйте, товарищи подписчики и зрители канала, с вами Паша Фриман, снова на связи, и сегодня мы продолжаем делать обзоры. И в этот раз я видео сделал про Т-62, один из таких интересных советских танков на очень комфортном боевом рейтинге 8,3, во всяком случае на момент записи ролика. И прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, а также на всякий случай подпишитесь на мои запасные каналы, которые тоже найдете в описании, чтобы быть на связи, чтобы я всегда выходил на стримы, вы знали где меня найти, в случае блокировки ютуба, но надеюсь ее не будет. И давайте начинать. По классике пройдемся по характеристикам техники. В качестве вооружения на 62-ке установлена 115-мм пушка У-5ТС с перезарядкой в 9,8 секунды на экспертах. Скорость поворота башни у нас 15 градусов в секунду. Вертикальные углы наведения от минус 6 до плюс 16 градусов. Что же касается бронирования, у нас в албу башни 200 мм, в корпусе 100, по бортам башни 160, в корпусе 80, ну и в корме башни 65, а в корпусе 45. Экипажа 4 человека. Мощность двигателя составляет 580 лошадиных сил при 37 тоннах веса. Это позволяет Т-62 разгоняться до максимальной скорости в 50 км в час, а скорость заднего хода составляет 7 км в час. И на первый взгляд может показаться, что машина обладает не самыми лучшими характеристиками, и в целом так оно и есть на фоне некоторых конкурентов. Но она на самом деле очень интересная тем, что у нее, ну можно сказать, имбовое орудие. В стоке у нас с вами сразу же идут подкалиберные снаряды 3БМ-4, бронепробитие которых вплотную составляет 285 мм и 263 мм с 500 метров. То есть играть на кумулятивах там будет не обязательно в самом начале, что уже облегчает геймплей. Также у нас будут доступны 3ВФ-11. Это фугасные снаряды, на борту которых находится чуть более 2,5 кг тротила. Это более чем достаточно для уничтожения легкопрогированных целей, а также всяких разных зениток. На втором ранге прокачки у нас с вами открывается 3БМ-3, подкалиберный снаряд, бронепробитие которого составляет 350 мм вплотную и 322 мм с 500 метров. Он и будет нашим с вами основным снарядом. В первую очередь качайтесь до него. Ну и на последнем ранге, на четвертом, у нас с вами открывается кумулятивный снаряд 3БК-4. Бронепробитие у него составляет 440 мм и на борту находится почти 2,3 кг в тротиловом эквиваленте. Он подходит для пробития толстых целей, а также для уничтожения легкопрогированных. Поэтому, как только вы его откроете, фугасы в принципе можете с собой не возить. Возите пару кумулятивов, а все остальные берите 3БМ-3. Тепловизора у нас, разумеется, нет, есть только ПНВ и нет с вами лазерного дальномера. Соответственно, мы берем с вами упреждение вертикальное на глаз. Но зато это делать очень легко, потому что пушка очень комфортная, баллистика прекрасная и снаряды наносят довольно много урона. Что же касается живучести во время боя, здесь довольно все спорно. Все зависит от того, куда вы попадете. Если вы попадете на свой боевой рейтинг на 8,3, то уже на нем вы будете получать довольно хороших звездюлей от противника. Потому что у нас нет с вами ни динамической защиты, ни комбинированной защиты, в целом никакой. Просто обычная броня. А танки, которые против нас с вами играют, довольно серьезную опасность уже представляют. Потому что там в основном кумулятивы, хэши, которые нас, кстати, тоже пробивают. Особенно в корпусы, в крышу башни. Ну и начинают появляться тоже ломики. Также встречаются очень опасные зенитки, пропустив борт, которые вы можете потерять танк. Также скорость про эту башню не позволяет нам с вами отыгрывать в городских условиях комфортно. Нам надо будет доворачивать корпусом. Если вам выбьют там трансмиссию или двигатель, есть вероятность, что вы просто не успеете эту башню развернуть до противника. Вертикальные углы наведения тоже далеко не самые комфортные. От холмов и складок местности мы с вами играем совсем не очень. А также верх орудий у нас наводится тоже не на самые лучшие углы. Но в целом по низколетящим самолетам и вертолетам мы с вами вести огонь можем. К сожалению, зенитного пулемета у нас нет, поэтому борьба против тех же зенит каких-нибудь и вертолетов будет усложнена. По подвижности я бы не сказал, что машина плохая. Она в геймплее показывает себя довольно неплохо. Не самым лучшим, конечно, образом. Частенько нас противники с вами будут обгонять, потому что на этих боевых рейтингах очень много легкобронированных машин с высокой подвижностью. Такие как бегляйты, брэдлики, японские типы 89 и тому подобное. Поэтому когда вы едете куда-то в атаку, имейте ввиду, что вас уже могут там поджидать. И самое лучшее, что можно придумать для 64-ки, это стрельба на дальнюю дистанцию. Даже не на среднюю, а именно на дальнюю, чтобы вас было максимально сложно выцеливать. При этом занимайте позицию для стрельбы таким образом, чтобы у вас и как бы сектор обстрела был максимально большой. При этом вы еще и закрывали свой корпус, танкуя только башней. В таком случае, ваша живучесть будет более-менее нормальная. К сожалению, на этих боевых рейтингах есть авиация, довольно опасная, те же буллпапы появляются уже. Поэтому, если вы заняли позицию и настреляли несколько фрагов, лучше меняйте ее, чтобы вам не прилетели отомстить. Что же касается перезарядки, к сожалению, большинство противников нас с вами перестреливает. Поэтому бои на ближних дистанциях, в городских условиях, а также танковые дуэли у нас с вами на 62-ке получаются не очень хорошо. Потому что мы просто проигрываем по скорострельности. Да и похвастать броней мы тоже не можем. Но если у вас не получается на дальняках играть, то желательно вам выступать вместе со своими союзными силами. Таким образом, чтобы у вас было всегда рядом парочка союзников, чтобы они могли вас прикрыть. Ну или вы их. Все в зависимости от того, кто из вас первый вступит в бой. Со снарядами я больших проблем каких-то не испытывал. Но желательно вам, конечно, изучать уязвимые зоны противника. Знаете, где находятся наводчики и боекомплект. Тогда вам будет немного легче бороться с вражескими танками. Также имейте в виду, что задним ходом вы, скорее всего, не успеете отъехать от противника. Поэтому надо выбирать пути атаки таким образом, чтобы вы могли выезжать передним ходом, а не задним. При этом помните, что, к сожалению, у нас с вами нет на танке дымовых гранат. И подводя итоги, я могу сказать, что при аккуратном геймплее Т-62 является очень хорошим танком за счет своего вооружения. Оно реально комфортное, довольно неплохой пробой, наличие ломиков в самом начале и прекрасная баллистика позволяют отыгрывать на этом танке довольно неплохо. Но танк играется на тех боевых рейтингах, на которых заканчивается геймплей. И можно сказать, что он находится именно на границе этих БРов, потому что, на мой взгляд, в Вартандере самый играбельный боевой рейтинг из максимально возможных это 8.3, ну, максимум с натяжкой 8.7. Все, что выше, это уже отсутствие геймплея. То есть будет постоянное стоялого, сидение в кустах, сидение на респауне, бомбежка авиации, птуры с вертолетов и так далее. Короче, там уже максимально неинтересно и как-то уныло все выглядит. Но на своем БРе Т-62 чувствует себя довольно неплохо. Если попадет в топ списка, то вообще прям замечательно будет. Ну и даже в таком случае его обычные лёпики с стандартными подкалиберными снарядами пробивают, поэтому рассчитывать на броню я бы вам не советовал. Повторюсь еще раз, старайтесь играть на максимально больших расстояниях и рассчитывайте только на свою огневую мощь. А также надейтесь на то, что союзники будут брать зенитки и стрелять ими по авиации, а не по другим танкам. Страдать от вертолетов с самолетами вы будете довольно часто. И это, к сожалению, никак не изменить. И этот танк при грамотном использовании и, если вам повезет с командой, позволяет набивать ядерки. Так что я его поэтому очень сильно люблю. Также у меня теплые чувства о 62-ке возникают еще со времен ВОТа, когда он был актуален и у Братандера не было танков в принципе. Тогда 62-ка прям игралась хорошо и, может быть, из-за этого я как-то люблю этот танк, можно сказать. Я всегда говорил, что у меня нет любимого танка. Но, наверное, 62-ка исключение из правил. И стоит ли его качать? Конечно же, стоит. Ну а своим мнением по поводу Т-62 можете делиться в комментариях. Я обязательно его почитаю. Ну а если видео было интересно и полезно, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои социальные сети и на всякий случай подписывайтесь на мои запасные каналы. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был Паша Фриман. Увидимся с вами в рандоме, на стримах и других роликах. Всем удачи, хорошего рандома. И пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok